Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visit.sam.ru И давайте я вам в это видео расскажу о правилах въезда в УАЭ в Дубае, коротко и по существу. Прежде чем смотреть это видео, не забудьте подписаться на наш канал, ставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех видео, в которых я делюсь, прямо с места событий, о поездках в разные страны, о жизни за границей, так как был более чем в 40 странах, ну и регулярно где-то живу. Да, еще у нас есть телеграм-канал, посмотрите вниз, об инвестициях в недвижимости в Дубае, и также русскоязычный телеграм-чат. Подпишитесь, там можете задать любые абсолютно вопросы о правилах въезда, что вас интересует. Ну давайте теперь по существу. Сначала скажу правила, которые действуют всегда, не касаются ковида, потому что ковидные правила очень часто меняются. Для поездки в Дубае россиянам не нужна виза, 90 дней вы спокойно можете находиться без визы здесь. Срок действия загранпаспорта должен быть не меньше 6 месяцев. Ну вам прямо в аэропорту поставят штамп, совершенно бесплатно, в аэропорту поставят штамп, все, вы можете въезжать в Дубае. Официально еще нужна медицинская туристическая страховка, ну ее могут не смотреть на границы, но я всегда рекомендую делать это правило, оно есть официальное. Ну, чтобы вас там не пустили или что-то случилось с вами в Дубае, кто думает, что делать, так как медицина здесь очень дорогая, ее надо делать. Где сделать страховку, я вам дам ссылочку онлайн. Можете оформить страховку онлайн в течение прям трех минут по ссылочке ниже под этим видео. Также официально у вас должны быть там обратные билеты, ну я вот без обратного билета летел. Обратный билет туда обратно, броне отеля. Теперь давайте коснемся, ну, популярных там ковидных правил, расскажу, что за обстановка. Например, сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах очень спрашивают, как обстановка, как относятся к русским. Вообще замечательная обстановка, люди кайфуют, отдыхают. Никаких вот этих политических взглядов, флагов, лозунгов, конфликтов между русскими и украинцами я здесь не видел. Именно в Дубае, ну, сколько ни находился, очень-очень все доброжелательно, классно и хорошо. Люди радуются, люди отдыхают, люди зарабатывают деньги. Давайте коснемся теперь немножко ковидных правил, они и есть официальные. Допустим, если у вас есть сертификат о вакцинации, спутник ВИ признается, вы можете лететь в Дубае без ПЦР-теста. А в остальном надо сделать официально ПЦР-тест, который должен быть действительно не позднее 48 часов. Ну, я вот сюда прилетел, то есть у меня ничего не смотрели на границе, просто быстро поставишь там паспорте, все, спокойненько, 90 дней можешь находиться в Дубае. То есть ни сертификата о вакцинации, ни там страховок, ни обратных билетов не спрашиваю. Но такое правило есть, поэтому обязательно все делайте. Смотрите, правила въезда еще в разные Эмираты, у них немножко могут отличаться, например, Дубай, Абу-Даби, именно ковидные. Не правила въезда визовые. То есть ковидные правила немножко могут отличаться, поэтому по ссылочке ниже обязательно посмотрите актуальные правила на сегодняшний день. Так как YouTube мне просто, к сожалению, не дает там перезаписать видео или что-то изменилось. Например, отменили вот там всякие приложения, раньше ставили Алхосные, ДХБ-Смарт, еще чего-то. Ну, сейчас это не нужно, никто этого не смотрит, когда вы прилетаете в Дубай. Но, допустим, я уже не могу изменить это видео, так как YouTube не дает мне перезаписывать. А по ссылочке ниже будут как раз все актуальные правила, которые действуют на сегодняшний день. И вы там спокойненько можете посмотреть. Смотрите, очень многих интересует вопрос, как здесь остаться больше 90 дней. Но многие не хотят лететь назад. Я их, в принципе, прекрасно понимаю. Официально у них вид на жительство, это называется резидентская виза. Она может даваться на один год, на три года, на пять и на десять лет. Она выдается при покупке недвижимости, например, на сумму от 750 тысяч дирхам. Это на данный момент где-то 205 тысяч долларов. Но лучше переведите сумму на момент того, как вы поедете сюда. Ну, хотя курс дирхама к доллару, он практически не меняется. Он всегда остается одним из тех, что 365-367 будет у вас не 205, а 206 тысяч долларов. И таким образом вы можете получить резидентскую визу на три года. Пока вы владеете недвижимостью, автоматически ее продлять. Если у вас сумма покупки больше, то, например, от 10 миллионов дирхам вообще выдается золотая виза на 10 лет. И вы можете все это время спокойно жить в Дубае, хоть вообще никуда, все это время находиться в Дубае. Допустим, для тех, у кого нет такой суммы, например, такой для покупки недвижимости. Ну, вот, кстати, в 750 тысяч это именно в Дубае, например, в Абу-Даби, в других Эмиратах от миллиона дирхам. То есть это будет подороже где-то, чтобы вам получить резидентскую визу. Но вообще тут недвижимость, она сдается. Причем есть даже предложение от застройщиков. Вот под этим видео будет канал об инвестициях в недвижимость. Посмотрите, там застройщики, например, когда продают недвижимость, предлагают вам гарантированный доход. Первый, там, например, три года 10%, первые пять лет 7%. Они просто вашу недвижимость сами издают. Туристов здесь очень много, здесь проходят различные бизнес-эвенты, различные мероприятия. Поэтому они делают такие предложения, например, вы купили недвижимость за 400 тысяч долларов. Ну, вот как раз есть сейчас такие предложения в районе Пальм-Джумера. И, то есть, первые три года вы получаете 10% от сдачи, они вам прямо в контракте, в договоре, там прописывается. Вы читаете все, внимательно, они за вас эту сдают. Ну, и да, говорят вам, что 10%, то есть, вам будут платить, естественно, они сдадут больше, там туристов много. Это просто прибыль, они забирают себе. И у них таким образом двойная выгода. Они вам продали недвижимость, раз, они потом еще заработали на сдаче этой недвижимости, два. Вот, ну, если нету недвижимости, как получить резидентскую визу? Она выдается тем людям, кто официально работает, высококвалифицированным специалистам, ученым, например. Вот, я не знаю, 10 лет, может, каким-нибудь ученым дать. Там, каким-нибудь одаренным студентам дается. Для тех, кто учится на один год, одаренным студентам на более длительный срок. У кого, например, сумма баллов более 95 Эмирата заинтересована в высококвалифицированных специалистах. Поэтому она им тоже выдается. Также можно при открытии бизнеса, так как многие люди сюда, например, приезжают, делают релокацию бизнеса, открывают компании. При открытии бизнеса пенсионерам, у которых есть удаленный доход старше 55 лет, фрилансерам, у которых есть доход где-то от 5000 долларов. Пожалуйста, приезжайте. Эмираты рады людям с деньгами, особенно у кого удаленный доход, высококвалифицированным специалистам. Приезжайте, живите, наслаждайтесь, радуйтесь вот таким красивым морем. Ну все, всем пока. С вами был Борис Исколов с сайта VisaSite.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Ну все, всем пока. С вами был Борис Исколов с сайта VisaSite.ru. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.